приветствую всех зрителей канала в игрушке фар карай 6 продолжаем с вами прохождение и нашелся мне такой чувачок у которого можно что-то прикупить отмечать любые контейнеры сквозь стены что-то занято ага другую вещь можно прикупить тоже прикольно автосборщик какие-то странные умения конечно но прикольно что система находит какое-то разнообразие так контейнеры нам не нужны и добывать больше бомбов что-то пожилой возьму посмотри-ка на мой товар так на твой товар мы посмотрели так позволяет при столкновении уничтожить транспорт а это закрыто может переворачивать транспорт да конечно пускай переворачивает повеселимся здесь у нас что так уменьшает разброс пуль короче все остальное нужно открывать и теперь нужно глянуть где эту машину а все понятно мы можем ее так назвать так где у меня телефончик предыдущей серии пригнал таки я сюда танк в конце предыдущей после записи я бы даже сказал и теперь можно спокойненько брать его и кататься ладно хоть здесь нету радио в танке есть одна непонятная деталь нету на блокпостах и просто так солдаты меня почему-то узнают через смотровое окно танка а за вы зарывы транспорта как в четвертой части нам тут накидывает очень хорошо получилось ну ладно так отмечаем себе тогда на карте конечную точку и катимся туда попутно получая удовольствие от игры возьми возьми в общем то стоит выбрать но танк это просто лайфхак в этой игрушке потому что можно кататься по острову совершенно не беспокоились за то что у нас где-то будут поджидать неприятности можно наверное даже изучить остатки острова катаясь на нем но я так понимаю что скоро все закончится на этом полуострове пойдем дальше полуостровке то есть очень извините ребятки если не взорвать зенитные орудия поддержки с воздуха не будет а сейчас как раз таки у меня есть чем взрывать к сожалению здесь нельзя менять вид от третьего лица на транспорте было бы тоже не было неплохо и не наблюдаю я шкалы запаса прочности танка я хочу кое-что тебе сказать речь была потрясная слушай меня чем бы все не кончилось я хочу поблагодарить тебя за все что ты сделала для либертат и для меня поблагодарю когда прорвется без блага увидимся как все закончится рано мы же только начали игру а нас уже благодарят вот нифига какой живучий молодой человек просто изи прохлад ухожде выкопил 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 и сразу же достреляли основные испытания завершено замечательно давай-давай вылазь интересно станка получится взорвать ее так сказать не отходя далеко не получится придется катиться наверх причем в третьей части что-то похоже было только там антену надо было уничтожить уже ранг тебе новый теоретически это миссия наверное я просто хочу убраться отсюда запись из приложенного вы спекали музыка играет при безопасности на так 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 что у нас далее поднимитесь на маяк а где маяк а это кто логово маму титу что-то я не наблюдал до этого на карте подобных маму титу блин иметь свой танк практически в начале игры это просто замечательно ты не говоришь что застряла как надо чинить его вроде не надо просто едет фигню страдает надо будет еще заехать посмотреть что за там логово и что это за животное то нечего рубли а ваша кужалка интересного дуга можно ими шатнуть надо будет проверить красный еще раз ты ко мне не подходить моллющу тонку не уберите так ну единственное что опять вот не случаем так не те кто вам нужен пока не сгорели давай ребятки у кто но судя потому что это логово скорее всего придется там лезть смотреть как фаркрай 4 в самом начале глобой волков была одна из самых первых миссий в какой-то старушки-то боевой или мне под танк что-то попало или хреново знаю как это объяснить эти звуки а где корабли пока это логово случайно пришло угол обязательно туда зайдем лучше попозже вот замечательно плара я у кораблей кастинг ты поднимешься на борт и будешь отвечать за штурм хулио а ты где я на маяке сижу весь такой красивый с рпг и отличным видом на корабли как у тебя все я на башне винтовка заряжена прицел наведен хуан пристегните ремни крылатый хуан рыщет в небе ищет добычу помните разберемся с кораблями откроем путь на наш остров у нас одна попытка либертад желаю всем удачи так но судя по всему сейчас нас ждет что-то очень и очень интересное по крайней мере я на это надеюсь так верстачок верстачок идти к себе основное оружие первое пользоваться она уже разрисована что боеприпасы лазерный целеуказатель а это уже установлено и по всему бареутки так как работает целеуказатель о козырно как вы да опять же фаркрай 3 там но как же корабль-то назывался который нам нужно было потопить чтобы понять какая на кораблях защита так давай я станка один разок броду мателита с нами она бы улыбалась и была бы на полпути корабля так извиняемся в режим месте за то что она нас не познакомила удачи хули применяю бесконтактными уже взрывного действия понятно но нифига себе тут все это расписано еще сигналка не примет не сигналку пулемет с отравленными боеприпасами судя по всему снайперу в первом его носить и потом все малину обломают уж испугался так и чулки делаем то есть ты предлагаешь мне отсюда стрелять чем я должен их погнали тогда за винтовочкой так основное оружие второе наверное его будем менять и так как нет в в в в в в в Продолжение следует... Пулемет как средство массового поражения наших противников более подходит, чем менять его на винтовку. Ту предыдущую я использовал по причине глушителя, но так как сейчас у нас есть и на винтовке, то, соответственно, у нас снайперская. Ты, может, стрельнешь, нет? Как я их должен перебить? Продолжение следует... Так, а откуда к ним заплыть можно? Я просто, может, чего-то не понимаю. Вроде как ничего и нету по якорям. Чтобы повстанцы могли сбежать. То есть как бы единственная нормальная... Стрелковая позиция для снайпера у нас на маяке, но они не могут понять, откуда по ним стреляют. Так, интересно... Там есть еще одна... Короче, ты как хочешь, я пошел вниз. Во-первых, я хочу еще раз глянуть... Может быть, у меня с прицелами что-то не то. Может быть, я что-то пропустил... Надо было... Вероятно, я даже сейчас не так, как надо начну проходить. У нас что-то поделать. Других вариантов нет. В запретной зоне. Есть лестница. На первом корабле у меня один не отмечен, остался, но это не страшно. Куда все пропали? Вижу, все-таки так и надо было. Как спрыгнуть, Илюша? Клара, я на борту. Отлично, Даня. Разберись с кораблями и не стесняйся использовать их орудия против них самих. Турели у них хороши. Это Баскет. Все чисто. Ничего накладывали. на ближней дистанции ничего себе я могу использовать я хочу проверить эту штуку патрончики собрали быстренько 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 здесь бы желательно и чуй как вы когда выгнал самый верх потому что на том корабле есть кажется есть ночью я не вижу зараза ну понятно вертолет не 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 давай наверх давай Улья, давай. Порох очень вовремя, когда мне уже, в принципе, он не нужен. Так, так, так. А, блин, так вертолет это мой. Только сейчас это понял. Так, Хуан-Хуан, как к тебе слезть оттуда вниз? Не вижу. Немножечко какое-то, как будто мы тут захватываем какой-то действительно глобальный объект. О, блин. Что-то, как будто это финальная битва. Музычка играет, вертолетом он помогает. Твою мать. Нет, она пойдет. Так. У меня куча убийств, Дани, не отставай. Меня главное береги. Отлично. Где? Кто? Кто прислал, пожалуйста. Очень не хочется мне с ним сталкиваться. Ммм. Так, вот это наш вертолет или не наш? Так, это фигуру не уничтожили и, судя по всему... Как будто это так легко. Саня, что происходит? Я немного занят, Клара. Не сдавайся, мы скоро добьем их. Отлично. Увидел. Ну-ка, давай-ка. И все, и конец обзора. Я хрен с тобой. Так, а мы же можем... Блин, у тебя стационарный пулемет лучше использовать без плицела. В плане разброса пуль. Патрульные суда, чьи? Понял, понял. Какой же ты живучий, а? Он побегал и ходит. Ну, танка, короче, не хватает. Блин, тут я не попадаю, он над ним шутит. Так, главное... О, нифига. Оттуда нас прикрывают. Так, погоди. Давай-ка попробуем. Что-то как-то я бы не сказал, что... С винтовкой лучше получается. Так, кто-нибудь прибежит, его спасать, нет? Это, типа, какой-то мини-босс, или что? Наполнял полет. Ура, не плевать. Уп. Ура, еще не хватило, я здесь откинулся после того, как мы почти... Пошел ты займись, давай! так а где этот генерал или кто он там и серьезно что он нормас отчет нужно перебить солдат вовремя чтобы он смогли сбежать и че и как их взрывать этика я сначала выйду снова дело сделано пора валить от себя мы бы не справились дачу замечательно еще не все кто меня подберет ну ты конечно подборщик от бога что за фигня что произошло транспорт кенгуретник но и фейерверк и все что признать клара что у тебя получилось только не у меня а у нас чем ты хочешь заняться в америке мы с моим другом олега думали работать там куда возьмут пока не сможем открыть свой автосервис за время блокады мы научились чинить что угодно при помощи говна и палок ну вообще по моему нелогичная получилась история они бегают по острову собирают всякий там металл куски стекла и прочее а там столько боеприпасов турели и прочего и они это взрываются свободные выборы не решат эту проблему как же твой список послушай да я не так наивно как ты думаешь эта революция освободит я но не исправит когда мы захватим столицу я вспыхнет все возможно гражданская война перевороты военная хунта геранцы еще долго будут убивать друг друга на мой век борьбы точно хватит мы ходим по кругу тирания революция опять тирания я хочу найти для нас выход значит это не просто мечта это судьба с чего ты так решил кто сам это выберет да так подождите-ка ребятки а куда мы плывем а почему не на карте здесь если каждый кто идет там кто вступает в либерта делает этот выбор по-моему фигня какая-то у нас же корабли здесь были но если честно я прямо вижу как ты раскладываешь товар по полкам в огромном супермаркете я думал там сейчас может ракета в вертолет прилетит или в нашу лодку как-то же это должно было интересно закончится мои любимые повстанцы давно меня не было устроим праздник мне так жаль чем дело хулио не явился на хулио у нас сидел на маяке попался пацан либерта перебьет всех истинных иранцев трайдорас знаковый персонаж миха порой отличить истинного иранца от уже иранца может быть трудно но возможно истинный иранец знает что выжить поможет лишь верность стране не честность не любовь даже не семья лишь верность идеалу который выше его самого комом ерда уже иранцы изгои по натуре они эгоистичны и спокойны лжи как дикие псы но их можно обучить заставить послушать рад а тех кто упорно сопротивляется как например хулио как лара гарсия как либертад их нужно усыпить папа я все понял ну усыпи хулио на пути краю много трудностей я знаю ты доведешь наше дело до конца и тогда все будет позади и я и туалета ладно значит смотри дальше и 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 Нашли Хулио. Он мёртв. Они слиты оба на том свете. Я держу слово, Даня. Нужна была лодка, вот она. Настоящий кусок бельма. Но до пляжа Янки дотянет. Того, где голые толстушки. Так просто меня отпустите? Не верю. Ты давно мог всех нас сдать. И ты хороший боец. Я не могу обещать тебе победу и что ты выживешь. Но я скажу одно. Тебе везёт. Часто срабатывает? Когда как. Мысли так сразу. Так, а мы же можем перемещаться, да? В голову, чтобы я потом сюда смог переместиться. О, великолепно. Ага. Здесь нам в обязательном порядке предлагается выбрать присоединимся ли мы к ним или же присоединимся. Ну, вообще, я думаю, что всё-таки нам нужно будет досмотреть предыдущий остров. Ту, где осталось. О, в чём разница? Завалят приставок на видео, уничтожат шины. Ну, пускай. Так, они где-то внизу прячутся. Ребятки, как вам зайти? Либо я где-то что-то упустил, либо... Вот здесь, ага, всё, я вижу. Офигенный офис, вот. Нельзя выбрать час своей смерти, лишь то, скольких убьём. Немножечко форкали опять напоминает по стилистике помещений. Кто-то зовёт это гавайской рубашкой, а я зову смокингом повстанца. Где-то это радио можно заткнуть. Данин, соскучился по хаосу. Так, а чё супра, мы его же тоже можно увеличить. Модификации гаджетами, так, как я его уже. И, что здесь? Прикласснирует вам получаемые боеприпасы для неозвлечённых целей. Для дополнительного увеличивать скорость можно. Ого. Все будет. Всё-таки отвлекать мы здесь можем. Просто я это только сейчас увидел. Давай. Хочешь, чтобы я сделал тебе лучшее супремое оружие? Ах ты, какой хитрый. Драгоценный уран. К счастью для тебя, Кастильо заныкал свои запасы у самых больших пушек на острове. Зениток. Когда раздобудешь драгоценный уран, приноси в мой офис или одному из моих помощников. Если захватишь базу FND, кто-нибудь из команды Хуана одарит тебя особым снаряжением. И не забудь, выше ранг больше привилегий. Когда Клара расщедрится и повысит тебя, мы тебя снабдим снаряжением получше. Готовь денежки. Даже во время революции у всего есть цена. И ещё совет. Как повстанец повстанцу. Начинай уже веселиться. Умри с улыбкой. Ты вернёшься. Все возвращаются. Так, посмотрите, что интересно есть у Хуана. А, у меня денег нет, я же всего отдал. Так, подпрыгнете, находясь в воздухе, чтобы совершить рывок вперёд. Угу. 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 Ну, наверное, противодруг друга, давайте возьмём. Угу. 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 Смотреть можно, что это за фигня Так, ладно, здесь что Ядовитые облака Химическое оружие, понятно Это что Сочетание защиты и нападение щит, который снижает уровень от пули Огромный дробовик Что-то слишком много у нас Хуже вас с этим Off-life Там тоже был веселый арбалит Так, 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 здесь там какое-то письмецо вяжет или что это? На карте На карте Алиэд Кичик Ух 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 так поговорите с кларой обязательно поговорим я хотел посмотреть где у меня это оружие поработай за верстаком это в этом ничего от этих брюки американский жетон так вот теперь можно идти к кларе болтать с ней как пройти кажется мы вернулись к началу так веселые лабиринтики у меня тут я пришел первых откуда я пришел во вторых где у меня оружие почему я не могу достать даже не то что оружие достать даже не могу открыть селектор этого самого оружия сейчас начнемся вернешься на сантуарио поищи пушки боеприпасы и бойцов к стилью растерян используем это добро пожаловать в либертад а куда торопиться потом свалю смешно ну что освободим яру кастильо держит яру в кулаке его методы военщины рабство и кровь столица его крепость отвоюем эсперанцу отвоюем яру чтобы ослабить кастильо нужно в первую очередь атаковать военные цели вроде кпп и бас fnd но важнее всего окружить эсперанцу и загнать антона туда как в клетку для этого надо совершать операции которые объединят революционеров и сделают либертад сильнее и либертад нужна поддержка трех групп повстанцев каждая из них пытается уничтожить часть империи кастильо и везде во главе стоят его приближенные но крышу в лес ты не осталось ресурсов из-за иностранных компаний вроде маккей индустрии конвой с отравой кастильо в этом регионе обороняет адмирал бенит но с помощью легенд шестьдесят седьмого мы можем изменить ситуацию они прячутся в джунглях что покрывают самые высокие горы в яре их величайший боец эль тигры готов помочь тебе привлечь их на нашу сторону есть еще в алье де ора это не только центр индустрии вивира но и кузницы пропаганды кастильо который управляет министр культуры мария маркеса я знаю людей которым можно поручить контрпропаганду максима с матансас они были настоящим голосом протеста и смогут мобилизовать несогласных на борьбу за дело либертан они залегли на дно но их видели в порте в баласеросе нужно найти их раньше чем солдаты кастильо в мадругаде всем заправляет племянник кастильо хосе он заставляет изгоев выращивать отравленный табак для производства вивира с ним ведет войну семейство монтера они не любят гостей но я знаю механика который работает в коста-дель-мар его зовут фили барсага он может свести тебя с монтера на твоем месте дань я бы начала с мадругады если захватить плантации табака то производство вивира остановится только найди механика фили я буду здесь координировать атаки либертад против кастильо по всей яре значит мне одному нужно убедить всех их присоединиться к нам как просто помогай всем чем сможешь отправлю бойцов назовут захватчики разведчиков посмеются а ты мой лучший воин можешь помочь им без этой понятели либертад возьмет столицу мы чикнем антона глотнем его крови и все такое да не надо размяться слава либертад хэфа да да сильнейший воин клар это ты ты не понимаешь так поясни ход лару выдает манера речи она ведь из богатой семьи семьи истинных иранцев понимаешь она сражается страдает и веселиться вместе с нами но прошлое все равно никак не скроешь ну а я то тут причем а ты сирота дани никто ты напомнишь повстанцам что нужно заняться делом они политикой клара меня использует си а ты используешь ее хочешь убить антона си освободить яру еще бы но мы с тобой оба знаем что тебе нужно сражение ты повстанец а для таких людей бешеный стук сердца когда ты засаде запах серый жгущий ноздри это весело не бойся я никому не скажу я думаю все таки нам дадут выбор с чего начать о нифига как тут интересно отправиться туда мы можем только одним путем о чем у меня есть замечательно интересно вот я видел в небе ну понятно что сейчас нами вертолеты были на видео сейчас самолет будут ли у нас как в пятой части здесь воздушные транспортные средства а если есть аэродром значит будут если могут один или есть еще так этот аэродром где у нас придется все таки захватывать потому что воздушная техника нам бы не помешала но смотреть на это все мы с вами будем уже в следующих сериях а на этом моменте попрощаемся с вами а 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